МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году направлены силы Насгвардии, служба охраны общественного порядка и кинологическая служба оперативно-спасательного отряда. Количественно было задействовано три формирования – 43 человека, 4 собаки и 3 единицы техники. Главная цель – наладить взаимодействие между службами именно в отношении информационно-справочном. Всегда в актуальном состоянии нам нужно иметь информацию, где какая техника, в каком состоянии сейчас какой участок дорог, где занесло, где не занесло. Для этого нам всегда нужно иметь актуализированные данные, в том числе и даже информационно-справочные, я имею в виду телефоны даже тех руководителей, тех начальников или тех представителей участков, которые закреплены за определенным участком дорог или определенным сектором. В условном спасении пострадавших при аварии были задействованы 25 человек из шести формирований и 11 единиц техники. На завершающей стадии учений по ДТП участников аварии эвакуировали в пункт обогрева, который находился недалеко от места происшествия в районе ДУ-8. В этой стадии было задействовано 12 человек из трех формирований, в том числе службы питания и торговли, и 4 единицы техники. Спустя пару часов в здании Народного банка октябинские пожарные потушили условное возгорание. Это была следующая чрезвычайная ситуация, смоделированная в рамках прошедших командно-штабных учений КИС-2016. Оно началось возле здания Народного банка в 12 микрорайоне в тот же день в 11.30 по местному времени и завершилось в течение получаса. Производит пожар на третьем этаже здания Народного банка. В учениях были задействованы 12 человек, 4 единицы техники, 3 формирования, в том числе служба торговли и питания. По сценарию пожарных после возгорания в течение 10 минут к зданию подъехали службы ЧАЭС. Они вывели служащих и посетителей банка на улицу, но в здании на верхних этажах еще оставались люди. Они были заблокированы огнем, и для их спасения пожарные поднялись на выдвижных лестницах. По спасению гражданских виртуальный пожар был потушен. В подразделение Центра медицины катастрофы у нас уже поступил один пострадавший. И есть информация о том, что имеется еще один пострадавший. Сейчас ребята ведут его поиск. Кроме этого, в целях обеспечения сохранения здоровья персонала банка организован пункт обогрева для персонала. То есть, для пункта обогрева предоставлены автобусы, куда персонал банка, те, кто мерзнут, размещаются. Потому что в зимних условиях в любом случае это нужно нам. По словам пожарных, в прошлом в ходе учений нередко вскрывались недочеты наших спасательных служб. Есть у нас определенные казусы, есть недоработки. На все эти моменты мы обращаем внимание, в обязательном порядке проводим разборы таких ситуаций и даем конкретные наставления для исправления этих ошибок. И, соответственно, уже на эти моменты, в последующих учениях мы обращаем обязательно в случае внимания. Проанализировав этот опыт, местные службы ЧАЭС в году нынешнем постарались провести отработку практических действий без сбоев и проволочек. В тот же день, с 14.30 до 18.30, в Айтикибийском и Хабдинском районах также проводились подобные учения с отработкой взаимодействия с костанайскими спасателями по ликвидации ЧАЭС, связанных со снежными заторами. 17 ноября командно-штабные учения продолжились сбором областного и городского отрядов экстренного реагирования. Кроме того, был совершен вылет в отдаленный район для оказания экстренной помощи пострадавшему. Хочу сказать, что мы именно зима 2015-2016 года провели без человеческих жертв и без пострадавших. Это говорит о том, что ни один человек не умер и ни один человек не получил у нас обморожение. Это, конечно, радостная ситуация по работе всей системы гражданской защиты. Надеемся, что в этом году также будем отрабатывать на все 100%. И я думаю, что народ всегда должен быть уверен, что к ним всегда помощь придет. Начало нынешнего года для спасателей Актюбинской области выдалось довольно интенсивным. Не раз испытывало специалистов на прочность. В период минувшей зимы на автодорогах области произошло 218 случаев, связанных с угрозой жизни людей. В результате проведенных аварийно-спасательных работ и снежного плена было спасено 732 человека. Эвакуировано 6077 человек. Вызвали на более полутора тысяч единиц различной техники. Насколько спокойной будет нынешняя зима, остается только догадываться, но одно можно знать наверняка. Наши спасатели подготовились к различным сценариям зимней стихии. Это была рубрика подробностей, и я ее ведущий Антон Пережогин. Звоните к нам в редакцию, делитесь своими актуальными темами и становитесь соавторами наших будущих программ. До встречи!